Фогеля, на который приятно смотреть, он был очень хороший в эксцентрической комедии, он очень хороший был в Мелограмме, ну вот это такой классический пример Владимира Фогеля в эксцентрической комедии. Ну, всё, продолжаем. Валентина Смирнова, Зара Яглова. Зара Яглова. Зара Яглова. Зара Яглова. Тут совершенно замечательным образом соединяются игровые куски и документальные куски. Конечно, вся массовка собранная – это игровой фрагмент, а вот гроссмейстеры играющие – это вполне реальные гроссмейстеры, и моменты их игры засняты документально. Оператор Анатолий Головня предпочитает точную, простую композицию кадра, вот в отличие как раз от Бауэра. Здесь нет такой насыщенности деталями, где старательно прорабатывается фактура. Вот, смотрите, как замечательно блестят у нас поверхности все. Например, те же кресла, шахматы. Всё это очень старательно делалось головнёй. Действительно, зависело и от освещенности, от многих других параметров. Вот такой классический пример уже в 26-м году, в одном из первых фильмов. Уже видно, как этот оператор работал. Околённость кадра и проработанность фактуры. Вот так постепенно у нас увлечённость игрой, не связанная с реальной жизнью, вот в реальную жизнь всё-таки переходят. Вот какие-то появляются намеки на любовные отношения. Носочки, которые так замечательно здесь обыграны, значит, шахматные носочки и не вполне шахматные тоже были предметом особого внимания в фильме Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». Там мистер Вест носил носки с американским флагом. Здесь вот шахматные носки. Шахматные носки в том случае. Они у нас подчёркивают двойственность существования героя. Одной ногой весь в облаках витает, в шахматах, а другая нога у него, в общем, в реальности, но не самая шикарная нога. Опять оголённость кадров, подчёркивающая стиль головни и повсюду котят. Кошкаф и стол, больше ничего в кадре нет. Вещи в самых неожиданных местах, так же, как и газета. Киепка, как разумеется, тоже шахматная. Вот пример как раз трюковой эксцентрической комедии, которой любил пользоваться Кулешов, учитель Будовкина и Фогеля. КОНЕЦ КОНЕЦ Это как раз Константин Эггерт, известный режиссёр и актёр 20-х годов. Он снял суперхит 20-х годов под названием «Медвежья свадьба» по рассказу про Сфера Мари Мэй и сценарию Луначарского. Такая была, ну, почти фильм ужасов был. Советский фильм ужасов. Здесь он в качестве актёра, хозяина магазина. Абсолютная такая оторванность от жизни этого героя, она, вот смотрите, как оригинально, остроумно обыгрывается. Подание в снег, соответственно, привело его в чувство, и он поспешил всё-таки в ЗАГС. Снова шахматная клетка, и, как видите, шармуты вмешиваются всё-таки в личную жизнь. Даже таким вот способом через деталь. Субтитры создавал DimaTorzok популярность шахмата просто фантастическая, судя по этому фрагменту, потому что даже извозчики играют в шахматы с уличей. Знаете, сколько жестов с тем же приглаживанием волос и прочим, сколько точных найденных деталей. Вот этот машущий рукой милиционер – это Иван Ковальцинбурский, известный актёр 20-х годов. Это Кторов, соответственно, ещё совсем молодой актёр. У неё знаменитый режиссёр комедии, кстати говоря, в том числе комедии 20-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Ковальцинбурный режиссёр Диана Ковальцинбурский Диана Ковальцинбурный Субтитры создавал DimaTorzok Опять шахматы, но в данном случае уже в масштабе всего пола. КОНЕЦ 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 Мы наконец-то выходим из интерьеров, попадаем на натуру. Ну, в общем, такой важный тоже момент для Кудовкина, для его будущих фильмов. Это вот Юлий Райзман, замечательный режиссер, снявший «А может, это любовь», «Машенька», «Поезд идет на восток» и многих других очень хороших фильмов. Он очень всегда был внимательным к актерам и на самом деле сам начинал в качестве актера. Тут это хорошо видно, что был бы неплохим актером. Ну, с ослабительным тут очередные шутки, как и в предыдущем фильме, в комедиях без этого никак. КОНЕЦ Все-таки, да, на натуре река, мост и все прочее. Вот это вот у нас будет основным элементом в финале фильма «Мать». Уже здесь для себя эту натуру выбирает режиссер Кудовкин уникальным образом. Как-то уже даже здесь все это присутствует. Выкидывается именно шахматная символика вся. Такие знаки шахматной жизни. Вот еще неразрушенный храм Христа Спасителя на заднем плане. Хришовцы почему-то именно в этом месте Москвы очень любили снимать. КОНЕЦ А вот, собственно, Капабланка. Чудесным образом он становится актером фильма. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо Валентине Смирновой Приходите на фильмы Евгения Бауэра «Жизнь за жизнь» С замечательной Верой Холодной, вдохновившей Михалкуру на фильм «Родна любви» Это у нас будет уже в феврале месяце Спасибо Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры делал DimaTorzok